Бесконечное лето Очень такими любопытными Феями Смотрите, игра 18+, да, и скорее всего Здесь что-то придется Нам замыливать Да, но Смотрите, на Бусти замыливать Не обязательно, поэтому Будет две версии прохождения Версия для Ютуба с цензурой И без цензуры на Бусти Ссылка на Бусти в описании Все, все что хотел сказать, сказал Я чуть-чуть тыкал, но ничего не всматривался Не читал Поэтому тут продолжить висит Но я ничего не читал Абсолютно ничего не знаю, там буквально пару минуток Покликал, просто вот оценил Работоспособность Нажимаем начать Включить кровищу и мясо, не включать Ну давайте включим Наверное придется цензурить больше Ну а может и нет, посмотрим Каждый человек уникален Но любовь делает вас всех одинаковыми Разве ты хочешь потерять свою индивидуальность, Крис? Я готов на все Поцелуй меня Бам Ты уверен в этом? Да, уверен Бам Что это? Они нашли нас Беги, Крис Никто не убежит Я покажу вам настоящую магию Я научу вас настоящей любви А тут автоскролла нет, понял Чего? Ха-ха-ха Ты следующий Ёптвою Ну вот этого я не ожидал Вот этого я не ожидал, ребята Ха-ха-ха Чего, блядь? Сука Я думал это эротическая новелла, а не хоррор Вы чё? Вы чё? Ёвать, у меня инфаркт Не завидую бустерам Ну это жесть С первых секунд, блин Так, пропустить пролог и оказаться сразу на острове Нет, я хочу узнать, что там в прологе Ну давайте полноценную компанию посмотрим Если пролог есть, надо его смотреть Как же холодно Каждая клеточка тела ноет Даже здесь, на Аляске Давно не бывало таких морозов Впрочем У меня нет права на недовольство Здесь, вдали от цивилизации Я могу ненадолго забыться Чем дальше от людей Тем меньше вероятность Что тот кошмар повторится Главное не забывать читать заклинания Кошмар с откушенным пенисом Маленькой демонической феей? Ну, бля Вот мне из кошмаров много чё снилось Но вот такого я даже вообразить не мог Честно Ооо, цензурка пошла у нас Там сисечка вывалилась Как долго я здесь? Больше десяти лет? Я позабыл про время Моя история началась давным-давно В жарком тропическом раю А заканчивается здесь Во тьме И холоде вечной зимы Ветхые, некогда запрошенные лачури Мне самому пришлось привести её в порядок Чтобы в этих бревенчатых стенах Можно было хоть как-то существовать Чем меньше людей знает о моём убогом убежище Тем лучше Больше всего мне пришлось потрудиться над камином Я не мастер, но горжусь проделанной работой Когда слышу, как ветер воет в трубе И весело трещат поленья Полдень, но за окном темно Когда лес укутывает полярная ночь Только настенные часы свидетельствуют о том Что время не остановилось Мэри любила эти часы Их подарил нам на свадьбу её отец На задней панели часов есть рычажок Стоит его повернуть вверх И каждый час из окошка над циферблатом Станет появляться кто-то Была ли это удивительная птица или сказочный зверь Я до сих пор не знаю Мэри любила тайны Она хотела повернуть рычажок сама Когда мы оба состаримся Прожив прекрасную жизнь вдвоём Увы, Мэри не дожила до старости Без неё повернуть рычажок у меня просто не хватит духа Тайна часов никогда не откроется Единственное, что мне остаётся Смотреть на ползущие стрелки и гадать Какой могла бы быть та непрожитая жизнь А ты кто? Рори А ты, старик, смотрю, всё сам с собой разговариваешь Опять мысли вслух Кто здесь? Рори? Я же говорил тебе не приезжать больше Ты каждый месяц так говоришь, пап Рори, ты мой сын, я тебя люблю, но прошу, больше не приезжай Слишком опасно Ха-ха Очень опасно, Рори, почему ты меня не слушаешь? Потому что никто, кроме меня, не согласится свой единственный выходной залезть во внедорожник и несколько часов трястись по снежному лесу Никто, кроме меня, не привезёт тебе продукты и лекарства Не заготовит дрова, не прибрётся в доме К тому же я хотел тебя кое о чём спросить Кое-что произошло Что? Что произошло? Что-то с Джозефом? Или с Кэрол? С ними всё в порядке, пап Кэрол путешествует по Европе, помнишь? Возвращаться домой не планирует, пока не допишет свою книгу Она больше не слышит таинственных голосов Джозеф собирается открыть бизнес со стоянкой в пригороде Я тебе рассказывал А я? В общем-то, приехала с полной решимостью уговорить тебя вернуться домой А тебе спрашивала миссис Кловерхил Ну, помнишь, у неё магазинчик на углу, что недалеко от нашего дома Всё спрашивает меня А куда это господин Кристофер подевался? Когда он вернётся? Ты не знаешь, почему она тебя господином зовёт? Она хотела передать тебе сладостей Я слишком болен, чтобы есть сладости Именно поэтому я привёз тебе инсулин А не конфеты Шучу, конфеты тоже привёз Не мог же я отказаться Вот и не молод ты уже, пап А женщины до сих пор тобой очарованы Ха-ха Ты что? Чего на меня так смотришь? Соскучился Я всё равно рад, что ты приехал Каждый раз так Я тоже рад, пап Но тебе не стоило Слишком опасно О, всё та же сказочка Видно, ты ко мне сразу из офиса Каждый выходной я трачу на тебя, старик Вот скажи Зачем ты вообще сюда забрался? Подумай только Аляска Ты бы ещё Сибири выбрал Чтобы мне приходилось нанимать не джип, а вертолёт И вообще, в твоём возрасте Вредно жить в холоде Я тебе говорил Чем дальше от людей, тем лучше Старческие причуды Ничего больше Ты прав, Рори С годами начинаешь смотреть на вещи По-другому Вспоминания о том, чего не вернуть Мечты, которым уже не суждено сбыться А ещё то, чего нельзя исправить Всё это давит, как гора Опять ты за своё, старик Послушай, я не прочь поболтать с тобой Но дела сами не сделаются Ты попридержи мысль до вечера Нужно в доме прибрать Напилить дров Ужин приготовлю Вот за ужином И поговорим Слышишь, Рори Как ветер воет Особенно протяжно и печально сегодня Скажи Ты вспоминаешь хоть иногда мать? Пап А она любила зиму Родилась летом Работала в тропиках А любила зиму Как ребёнок Она одобрила бы мой выбор Перебраться сюда Не сомневаюсь, пап Ты сегодня принимал своё лекарство? Какая разница? Ну, конечно Потерпи, пап Я быстро Где твои ампулы? Как же ты живёшь один Если забываешь даже О самом важном О самом важном я не забуду никогда Подкинь в камин поленьев Молодость Вечно вы молодые Спешите Скорее, скорее В будущее А вот однажды захочется тебе вернуться Тогда поймёшь Что не можешь не повернуть Не даже остановиться Как не пытайся И это даже нормально Каждый человек через это проходит Папа, ты прям капитан очевидность Можешь покороче Смотри, как огонь охватил свежую древесину Один час И останутся только угли Прах Да, камин у тебя жаркий И даёт достаточно света Работа мастера Где-то кого нашёл, пап? Нашёл, вот Так что ты там хотел спросить? Ах, да Это глупости Рассказывай Ну, ладно Я хотел спросить Пап, у нас в роду Были случаи Шизофрении? Ты о голосах? Да Сначала Кэрол Слышала какие-то крики Что звали её Потом один раз Их услышал Джозеф Не, нет, пап Не думаю ничего С Кэролом и Джозефом Всё в порядке Я не вру Просто я тут Ну, говори Вчера я слышал голос Наверное, почудилось Я всегда так устаю на работе Словно прорыв ветра издалека Женский голос звал меня по имени Пап Ты что молчишь? Знаешь, Рори Мне немного осталось Совсем немного Я столько лет прожил Столько всего повидал И попробовал И грош всему цена Я мог сделать нечто Действительно стоящее Но не сделал Ошибки прошлого Не дают покоя Так тяжело это осознавать Если бы я тогда поступил иначе Ох, если бы Пап, ты что Плачешь? Я ошибся, сын Прогоняя тебя Ты правильно сделал, что приехал Может статься Это последняя возможность Для меня передать тебе мою тайну Тайну, пап? Ты о чём? Ты же не супергерой И не шпион? Нет, я просто Плачущий старик Мои силы на исходе Я так устал Что же это? Что тебя волнует? То, что я скрывал Почти всю жизнь, Рори Сейчас, когда смерть близка Я жалею, что ни с кем Не разделил своё бремя Даже с твоей матерью Рори, она имела право знать Ведь именно она нашла И выходила меня после Того кошмара Мне следовало умереть Для всех было бы лучше О чём ты говоришь? Какого кошмара? Ты же сорок лет Преподавал океану Океанал Ты же сорок лет Преподавал океаналу Вёл спокойную жизнь Почти не покидал город Это всё ложь? Да, сын Послушай мою настоящую историю Всё началось со смерти Моих родителей Мы жили тогда в Джексонвилле И они погибли при странных обстоятельствах Когда мне было всего 4 Меня воспитал дед Столетний Лео Именно так он хотел, чтобы его называли Лео производил странное впечатление на людей Он не был военным Но рассказывал о войнах прошлого так Словно сам в них участвовал А его истории о морских походах Незгладимо повлияли на меня Из-за этих рассказов я поступил В Атлантический университет В Бокаратан Решил, что стану изучать океан Но едва я подтянул дом Как дед умер Коронер сказал, что это была Передозировка морфином Лео никогда не принимал наркотики Подозрительная смерть Во всяком случае, мне осталось Большое наследство Помимо имения денег Несколько старых вещей Какие-то пыльные артефакты прошлого Но среди этих вещей я обнаружил Нечто необычное Увы, я был неосторожен И из-за меня случилось много горя Да и сам я лишь чудом уцелел Меня полумертвого Подобрала в окрестностях Бермуд Группа океанологов Там я познакомился с твоей мамой Мэри Она выходила меня Поставила на ноги И дала мне стимул жить дальше Ты столько лет ничего не рассказывал Пап, ну почему? И хотел разрушить наше хрупкое счастье Мэри бы это убило Еще раньше, чем болезнь А вы? А не хотел вас в это втягивать Однажды я принял решение Что унесу свою тайну с собой в могилу Я удалился от мира Перебрался сюда, на Аляску Но, видимо, мне не разорвать проклятый круг Тебе суждено стать следующим Хранителем Рори Сын, скажи, ты меня ненавидишь? Папа, я ничего не понимаю Кэрол и Джозеф смогли сбежать Но ты остался Может быть, будь я сильнее Я бы смог подавить зов Но он так силен, особенно последние 10 лет Прости меня за мою слабость Не хочу умирать, оставляя тебе такое бремя Но поздно Я чувствую, что лекарства больше не помогут Моя жизнь заканчивается Я должен тебе все рассказать Может, у тебя получится Что получится, пап? Прошу, сядь рядом Послушай бедного старика Я поведаю тебе о странных и страшных приключениях И о безумной любви И о проклятии Пожалуйста, просто выслушай Верри, ты найдешь в себе силы простить меня О большем я и не мечтаю Мой дорогой сын Пролог на 15 минут Неплохо Рассветные лучи едва начали проникать Меж шторками спальни, когда я проснулся Мне приснился тревожный сон Почти кошмар Я открыл глаза Оглядывая сумрачную комнату Что же это было? Что-то пугающее Я даже не понял сразу, где я нахожусь Это не комната в общежитии университета Вот мой старый велосипед На котором я часто гонял по трассе вдоль пляжа Удочка спиннинг Та самая, выбранная специально по моему росту Чтобы ходить на рыбалку с дедом Шляпа Шляпа Лео Которую тот носил Почти не снимая Еще мне почему-то вспомнилось Что у меня на полке лежит мешок солода А под кроватью бутылка Самого отвратительного в мире самогона Дедово наследство Определенная основа дома Словно и не было никакой учебы в Бокаратон А мне-то казалось, что я еще не скоро вернусь сюда Когда уезжал учиться Может быть даже никогда Но мне пришлось вернуться Я приехал вчера, чтобы уладить дела Организовать похороны Кроме меня этому Этого не Это некому было сделать Помню, как лег спать подавленный и уставший Мне приснился мой покойный дед Я видел его шляпу Эту самую, которую вижу сейчас И знакомую высокомерную смешку Поняв, что больше не уснул Я поднялся и раздвинул занавески Глянул на часы Нет еще и пяти утра Такая рань я даже не отдохнул как следует Но кошмар никак не шел из головы В этот самый миг я ощутил приступ дурноты Комната перед глазами закачалась Закружилась Никита Орлов Спасибо за подписку Я откинулся на кровать И стал смотреть в потолок Вторая попытка встать оказалась удачней Мне удалось устоять на ногах И нашарить тапочки Шаркая, я направился к двери Но едва моя ручка коснулась Моя рука коснулась ручки Дурнота вернулась так резко Что я едва не упал И застыл в ужасе Услышав, как кто-то прошептал мое имя Кристофер Голос был свистящим И доносился как будто издалека Внутри похолодело Я узнал его Не было сомнений Это мой мертвый дед Я в ужасе обернулся Но увидел лишь пустую комнату Сердце готово было выскочить из груди Я озирался по сторонам Словно рассчитывал увидеть призрак Конечно, постаравшись Я мог бы объяснить происходящее Случайно отравился чем-то Например, газом Или заболел У меня температура И я брежу А что, если я схожу с ума? Но это уже совсем страшно Я попробовал успокоиться Сделав глубокий вдох На выдохе я сказал себе Что все хорошо И тут это повторилось Кристофер Голос деда зазвучал мягко Словно снисходительно Глупый Кристофер Опять пытаешься объяснить то, о чем не ведаешь Ровным счетом ничего Нет-нет-нет Это не болезнь Я слышал звук очень ясно Это не плод моего воображения Звук прозвучал в моей комнате наяву Только вот Где же его источник? Что-то тут не так Приступы головокружения И этот потусторонний фиолетовый свет Ёб твою мать Вот это жёсть Кристофер Дед словно хотел, чтобы я шёл на звук Поэтому сказал моё имя по слагам Стенной шкаф с приоткрытой дверцей Здесь я вчера в беспорядке свалил вещи Которые остались мне от деда Я кинул их взглядом Может быть среди вещей есть магнитофон с записью голоса И вот сегодня утром он сам с собой включился Чтобы проиграть эту жутковатую плёнку Звучит почти правдоподобно И тут четвёртый раз донёсся зов Такой реальный, словно бы дед стоял передо мной Я вздрогнул и заморгал Кристофер Теперь голос звучал торжествующе Он будто хвалил меня за то, что я так близко подобрался к раскрытию тайны Среди хлама стоял старый, потемневший от времени сундук Не знаю, где дед его достал Такие уже два столетия как не делают Я мог поклясться, что вчера на нём не было паутины А сегодня он почти весь зарос ею Я бросился к сундуку Едва занёс руку над крышкой Как в рассыпную бросились пауки Такие большие, которых я ещё ни разу не встречал в жизни Стоило бы испугаться, если бы задуматься Откуда они тут взялись? Стоило бы испугаться Или хотя бы задуматься, откуда тут взялась эта нечисть Но я был слишком занят сундуком Кажется, в нём свалены самые ценные из сокровищ деда Те, что я ещё не успел осмотреть В нерешительности я склонился над крышкой Затаив дыхание, попытался резко откинуть её Но не тут-то было Сундук оказался заперт И старый замок не собирался сдаваться просто так Я распрямил спину Всё ещё моргая Сундук теперь словно сиял Призывал меня Как блестящая жемчужина в тем... Жемчужина Блестящая жемчужина в темноте Приковывающая внимание Он захватил все мои мысли И я смотрел на него с таким обожанием Как если бы он был любовью всей моей жизни Я восхищался цветом деревянной крышки В потустороннем фиолетовом свете Весь страх улетучился Я был пленён и очарован тайной Скрытой в груди старого хлама О, этот зов Я не помнил, как искал в доме инструмент Которым мог бы открыть замки Кажется, я побывал в гараже И вернулся с Фомкой в руке Этот момент словно вырезали из моей памяти Под нажимом Фомки Замок захрустел И с оглушительным треском сломался И на пол посыпались ржавчины Я откинул крышку И лицо моё окутали клубы пыли Поднявшиеся из сундука Словно из древней гробницы В ноздри ударил запах плесени С жужжанием из сундука Устремился к потолку целый рой чёрной мошкары Пыль попала в рот и в ноздри Но мне было наплевать Я хотел скорее осмотреть содержимое сундука Сверху лежали фотографии Чёрно-белые снимки на странной бумаге Бумага выглядела старой, пожелтевшей, тонкой и хрупкой На ощупь словно папирус Но когда я взял фото в руки Оказалось, что материал этот неожиданно прочный Шершавый и ледяной на ощупь Я даже решил сначала, что это картины Но детальность изображения не дала усомниться Это были фото всяческих диковин Фотограф запечатлел маленькие домики на деревьях И странных животных, каких я никогда не видел Интересно, в каком уголке мира такие обитают? Но больше всего меня поразили существа Очень похожие на сказочных фей 22 минуты, мы дошли до упоминания фей, ура! Так, ребятки, давайте небольшой перерыв По чтению дайте их чайку хлебну Пока что всё очень запутанно Но то, что какую жесть тут арты показывают И это просто-просто, я не знаю, эгония в сторонке курит Феи выглядели настолько убедительно, что я только усмехнулся Это же просто подделка, всё просто Следом я обнаружил какие-то древние рукописи Я развернул верхний из манускриптов И сразу понял, что язык, на котором он написан, мне не знаком Я отложил манускрипт и потянулся к свёрнутому в трубку листу бумаги Что призывно торчало в уголке сундука Вытащив и расправив его, я увидел, что это какая-то карта Это оказалась карта Атлантического океана С краю каллиграфическим почеркам деда были выведены координаты В университете я много времени провёл над картами И мог бы без труда определить местоположение Координаты эти так и оказались всемирно печально известны Бермуды Точнее, Бермудский треугольник Остров в самом центре чёртово Бермудского треугольника Место, связанное с необъяснимыми исчезновениями кораблей и самолётов Дурацкими мифами и сказками, которые давным-давно развеяны современной наукой Всё это необычно, подумал тогда я Дед, конечно, был со странностями Но никто и никогда не замечал за ним интереса к мистике Карта недолго занимала моё внимание В этот раз я не ощутил головокружение и не услышал голос деда, как раньше Мне почудилось, что моя правая рука обрела самостоятельность Она сама собой нырнула в недра сундука и вцепилась в какой-то круглый предмет Не в силах разжать пальцы, я опустил глаза и увидел в руке удивительный амулет Золотой медальон, покрытый витым узором Инкрустированный шестью камнями разных цветов Камни бесконечности Бам-бам-бам Ладно, извините Красный, жёлтый, зелёный, синий и белый располагались по краям В центре помещался большой фиолетовый камень Бриллиант был тёмным, словно оникс Но каждый миг по нему пробегали искристые блики Делая его необычайно красивым и притягательным Центральный камень буквально затмевал красотой остальные пять От этого амулета исходила какая-то необъяснимая энергия, она наполняла меня и я почувствовал себя безмерно сильным, сжимая медальон в кулаке Этот тёмный камень, именно он заманивал меня, пока я не знал при чём тут мой умерший дед и бермуды, но я тут же захотел узнать обо всём этом как можно больше Не в силах больше расстаться с амулетом, я повесил его на грудь и стал вновь перебирать фотографии Теперь я заметил больше, каждая волшебная сцена скрывала множество деталей, если присмотреться Например, крошечные искры в глазах фей и такие же на коже и кончиках их миниатюрных пальцев Что это за магия? Судя по ракурсам, размеры фей не превышали человеческой ладони и каждая была идеально сложена, с моей точки зрения А ещё, что-то напряжённое было во всех этих сценах, настороженные, почти испуганные глаза, вымученные улыбки Нет, не похоже, что это постановка или обработка, где ты вправду где-то сфотографировала настоящих фей, как бы безумно это ни звучало И там, где он побывал, что-то происходило, что-то нехорошее Я глядел на эти старые фото и пытался вспомнить Я их уже видел Когда же это было? Да, около 15 лет назад Я был мал Дед отлучился по каким-то делам, по крайней мере, он так говорил За мной присматривала няня, которую он нанял Его не было всего пару дней Уезжая, дед строго приказал няне следить, чтобы я не шастал по дому и, самое главное, не совался в его дедов кабинет Помню, я сделал всё, чтобы нарушить этот запрет Я был любопытен и целеустремлён, когда дело касается какой-то тайны Я взобрался по дереву на крышу веранды, с крыши перелез на карниз второго этажа По карнизу я дополз до крытой галереи и по галереи до двери дедового кабинета Дверь была заперта, но это не остановило меня Я прополз по водосточному жёлобу до окна и оказался в кабинете С интересом я осмотрел непонятные бумаги на столе деда, страшные чучела на стенах И даже увидел какие-то шприцы с бурой жидкостью в шкафчике А потом я сунул нос в сундук с трофеями Я надеялся найти оружие, пистолет или саблю В сундуке оказались вещи, которые разочаровали меня Какие-то бумаги на непонятных языках, фотографии, которые большей частью не произвели на меня впечатление Но одна фотография мне приглянулась Да, вот она, та фотография Изумительно красивые женщины с крыльями Феи В тот самый момент мое детское сердце забилось чаще На миг я почувствовал жажду приключений Тогда внезапное желание ввязаться в авантюру быстро прошло Спускаясь по водосточной трубе, я сорвался и упал на газон К счастью, я оделся парой синяков Но перепуганные крики подоспевшей няни быстро заставили меня забыть о фотографиях Я запомнил, что эта дама вопила так, словно это она упала с трубы, а не я Сейчас, держа в руках фото, я вновь ощутил эту жажду Брулящее волнение, страсть, затмевающая разум Сердце бьется так тревожно Где же дед побывал? Могу ли я тоже оказаться в том волшебном месте, полном тайн и приключений? Забрав амулет, я закрыл сундук и повесил замок на место Так, я не могу сейчас вернуться в университет, мне надо развеяться Прийти в себя Путешествие Да, я должен отправиться в путешествие Мне необходимо поехать туда Эта мысль будто бы родилась давным-давно Мне и в голову не пришло, что она продолжение таинственного зова Я тут же нашел десятки причин, оправдывающих мое поведение Учеба – это рутина Какой прок от нее, если я не вижу работу океанологов своими глазами? Как мне стать хорошим специалистом, не имея практики? И дальше в том же духе Так я поломал свою и еще множество чужих жизней Отказался от образования, бросившись, очертя голову, навстречу великолепному будущему Конечно, на этот проклятый путь столкнул меня магический медальон В этот же день я, отложив дела, внимательно осмотрел кабинет и спальню деда И среди бумаг в столе нашел еще одну фотографию на той же странной ледяной бумаге На ней был запечатлен сам Лео, идущий через часу Через чащу леса Столько текста, ребята, я не привык читать Понятно, что было бы идеально вообще, чтобы час текста еще озвучивалось актерами Но, походу, мне придется читать абсолютно все, и это тяжело У него не было ни снаряжения, ни оружия Только палка, которую он раздвигал заросли Я долго сидел в кабинете, глядя на все эти фото Что мне хотел сказать Лео, и почему не сказал? Много позже я понял, что не зря дед избегал разговоров, связанных с его путешествиями У него были веские причины хранить эти приключения в тайне Но вот Лео не стало, и его тайны добрались до меня Мне безумно хотелось узнать, где дед побывал, и с чем там столкнулся Но было ли это желание моим собственным? Впрочем, если бы он пожелал скрыть все навеки, он вряд ли бы оставил мне в наследство эти вещи Возможно, его принудил амулет, а может, Лео и сам хотел избавиться от груза ответственности И переложить его на кого-то другого Я едва дождался, пока закончатся похороны Прихватив дедовы вещи из сундука, я двинулся в путь Денег у меня теперь было много, так что я нанял судно-катер Капитан, и он же владелец судна, лишь посмеялся, узнав, что меня интересует бермудская часть Атлантики Я не сообщил ему точные координаты острова, но думаю, он догадался Возможно, я не первый, кто орвался найти приключения в бермудском треугольнике А может, капитану надоело возить назойливых туристов к бермудам? Но отказываться от солидной оплаты он не стал Для пущей убедительности я наплел, что я студент-океанолог Мне необходимо добраться до бермуд, чтобы изучить тамошнюю флору Среди которой почти наверняка есть водоросль, выделяющая галлюциноденный газ Капитан вновь посмеялся Кажется, он не поверил Существовал ли этот остров на самом деле? Что, если карты и координаты никак не связаны с фотографиями? Да, иногда мной овладевало сомнение Правильно ли я поступил? Что меня ждет впереди? Смогу ли я совладать с опасностями, если их встречу? Смогу ли я пережить разочарование, если не встречу ничего? Такие мысли быстро исчезали На их место приходила твердая уверенность в себе Интересно, чувствовал ли такую же уверенность дед, когда держал в руках этот амулет? Поддавался ли он жажде приключений или находил силы сопротивляться? Выходит, ты подался некому внушению? Мне сложно поверить в волшебство Похоже, прадед сильно повлиял на себя Знаешь, пап, я очень мало знаю о нем Оказалось, что я и сам имел о Лео весьма скудное представление, Рори Спроси меня тогда, где и в каком году родился мой дед И я ответил бы, что не знаю Прожив с ним долгое время, я не мог с уверенностью сказать, какой у Лео характер Вот он крепкий и сильный, подобный шторму А вот в один миг обращается в слабого, ни на что не способного старика Казалось, что Лео обладал совершенно уникальным опытом Коим не обладает никто из неживущих на земле людей Ты знаешь, как он сделал целое состояние из ничего буквально за месяц, когда ему понадобилось? И это не самая большая его странность Он никогда тебе ничего не рассказывал о себе? Немногое, в основном о своих морских путешествиях Море для деда было священно, он и меня учил любить океан В остальном Лео хоронил молчание, словно гробница Высокомерное с виду, себе на уме Один раз в минуту слабости, когда дед выпил лишнего, он упомянул, что его воспитывали как аристократа Будущего плантатора и рабовладельца Я подумал, что это пьяные бредни, рабства ведь давно нет Потом, много позднее, я узнал правду Меня это потрясло Я до сих пор не могу оценить личность твоего прадеда однозначно С одной стороны, он натворил ужасных дел, а с другой, проявил неслыханный героизм О чем ты говоришь, пап? Слушай дальше, и ты все поймешь Так, я думаю, вот на этом моменте мы с вами закончим первую серию И будет неплохо, если можно будет сохраниться прямо здесь Да Отлично, давайте на этом закончим И через небольшой перерыв я продолжу записывать вторую серию, которая выйдет сегодня вечером Если вам интересно, то приходите Если вам интересно смотреть без цензуры, заходите на бусте А на этом я прощаюсь Всем большое спасибо за просмотр Если было интересно, обязательно поддерживайте данное видео лайком и канал подпиской с включенным колокольчиком Чтобы не пропускать новые прохождения Помимо этого, не забывайте заглядывать в Телеграм, группу ВК и уже на упомянутые ранее бусте С вами был Мистер Момент Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok